Всем привет, добро пожаловать в новое видео, сегодня у меня настроение поболтать, поэтому будет рубрика, которая давно не появлялась на моем канале, а именно вопрос-ответ. Если будет подходить какая-то история из жизни, я, конечно же, ее приплету, мне всегда есть чем поделиться, есть что рассказать. И я попросила вас задать мне вопросы в инстаграме, и в этот раз было очень много каких-то добрых слов, просто комплиментов, слов поддержки и даже благодарности, поэтому в ответ я тоже хотела бы сказать вам спасибо. Мне очень приятно, я ценю то, что вы со мной, и иногда мне кажется, ну, господи, чем я могла заслужить столько доброго и хорошего. Это даже спустя 10 лет часто неожиданно и даже особенно ценно, когда другая женщина может сделать тебе комплимент. Я стараюсь часто говорить кому-то что-то хорошее, если я вижу, например, что-то или кто-то красиво выглядит, я могу, вот знаете, не сдерживать это в себе, а прям выразить свое восхищение. Спасибо большое, ну и что, начинаем. Здравствуйте, чем кардинально отличается Польша от стран СНГ в плане жизни, учебы в быту? Это такой вопрос, который заслуживает отдельного видео, потому что сложно сказать вот одним предложением, чем же мы отличаемся от них, в смысле от поляков. Вот когда я приехала сюда 15 лет тому назад, вообще огромное значение имеет то, откуда вы приезжаете в Польшу, в какой город Польши, маленький или большой, или это будет деревня, в какой семье вы воспитывались, с каким там семейным устроем, и в каком окружении вы находитесь здесь в Польше. Я буду делиться только своими впечатлениями, у вас могут быть совершенно другие наблюдения, и это нормально. Я помню, что когда мы приехали сюда 15 лет тому назад, и сейчас это тоже наблюдается, что здесь гораздо больше среднего класса, то есть у людей есть достаток на то, чтобы купить квартиру или дом в кредит, обязательно нужен такой хороший первый взнос, значительный, поэтому нужно накопить. Много у кого есть свое жилье, пусть в кредит, но все равно они предпочитают выплачивать не просто аренду, а именно свое жилье. И меня всегда вот как-то воспитывали, что кредита нет, это страшно, это нестабильно, а здесь очень многие живут в кредит, потому что и цена на жилье достаточно высокая, и на землю, на участки, поэтому нет другого выхода для молодой семьи, если помогают родственники, например, там дарят участок, или от бабушки получают что-то, то это немножечко другая история, кто-то своими силами пытается все построить не в большом городе, например, а где-то в пригороде. Часто рядом с домом можно встретить две машины, то есть и женщина, и мужчина. Это определенные затраты. Также у многих семей достаточно денег для того, чтобы поехать отдохнуть всей семьей с детьми, какие-то кружки, какие-то там занятия для детей, как минимум дополнительно английский. Мне это очень нравится. И у нас тоже, например, дом в кредиты, один и второй, и это, конечно же, связано не только с тем, что мы ментально совершенно другие, чем поляки. Скорее всего, связано с экономической стабильностью страны относительно. Но как-то, знаете, можно хотя бы плюс-минус что-то прикидывать на будущее, хотя, как показала практика, нужно надеяться на лучшее, но готовиться, как говорится, к худшему. Вот. Где-то там финансовая подушка тоже выручает, когда есть турбулентность, да, инфляция и так далее. Что касается отношений женщина-мужчина, у меня, конечно, нет супербольшого опыта, но в моем окружении есть много семей, каких-то пар, и вообще там с девочками общаемся, кто в поиске. И четко заметно то, что здесь не принято вот так прям роскошно ухаживать за женщинами. Я ни разу не встречала кого-то с вот такенным букетом, например, чтобы там девочки рассказывали, мне подарили там 110, 109 роз. Также среди наших знакомых я не слышала о таком, чтобы мужчина подарил женщине квартиру или машину. Здесь, в принципе, как-то так все, знаете, очень спокойно. Здесь не принято дарить вот таких вот каких-то подарков, да, на 8 марта, например. Это все зависит на самом деле от мужчины, но вот даже если ты там идешь с тяжелыми сумками, это правда редкость, чтобы какой-то мужчина тебе помог это дотащить. Даже когда я была беременна, например, вот ехала сама за продуктами, и недавно была ситуация, я поехала в Лидл, мне нельзя поднимать тяжелое, и я, значит, с этими пакетами смотрю, стоят парни возле своего крутого BMW, курят, значит. Я с этими пакетами, у меня их много, чтобы сразу не поднимать большие тяжести, а вот по чуть-чуть загрузить это все. И они видят, что у меня огромное количество пакетов, и я это все загружаю. Я выгрузила, и потом один из них начинает ко мне подкатывать. Типа, можно телефончик, мне просто хотелось показать ему факью. Зачем ты мне нужен, если, в принципе, я сама все без тебя могу сделать? Будешь ко мне подкатывать, лучше бы ты подкатил с другой стороны, раз на то пошло, ну, типа, помог, и потом уже как-то в разговоре. Также, если ты там в самолете не можешь сложить свою ручную кладь, она тяжелая, чтобы тебе кто-то помог, ты можешь попросить, но это твои проблемы. И ты как-то свыкаешься и не лезешь в их семью со своим устроем. Когда я была беременной, по закону беременные женщины и также женщины, там, семьи с детьми до двух лет могут много где проходить без очереди. В магазинах, смотрю, пишет ли камера, в госучреждениях. И я не всегда пользовалась этим правом, и иногда дети были уже старше, например, там, едешь где-то с маленьким и со вторым постарше, и тебя, ну, практически никогда не пропустят без очереди. И я такой человек, что я не очень люблю просить, это не самая хорошая черта характера, но я помню, что когда я вообще с маленькими детьми летала, Захару там было два года, два месяца, один месяц с Игнату. И я встала и стою в очереди, да, здесь, в Польше, на посадку. И я стою, как все. И там Игнат где-то начал капризничать, и я думала, господи, побыстрее было уже сесть, потому что мне нужно было его покормить. Потом я прилетела в Украину на паспортном контроле, увидели, что я с маленьким ребенком, он даже не кричал. И тут кто-то один выходит и говорит, пропустите женщину с ребенком, все раступились, и никто ничего не сказал. Конечно, в Польше я могу сказать, что пропустите, но часто отреагируют типа так, ну ладно, иди. И также, опять же, что касается женско-мужских отношений, то здесь как-то женщины больше карьеристки. Здесь не принято, ну вот в нашем окружении все, все женщины работают, то есть и один, и второй работают на благо семьи, на финансовое состояние. Вот, и нет такого, что там мужчина работает, конечно, это встречается. Но я говорю о наших друзьях и о наших каких-то знакомых, но действительно мало кто вот так из женщин просто сидит, занимается бытом и детьми, до определенного возраста да, а потом в основном все как-то стараются, знаете, встать на ноги и вообще чем-то заниматься, развиваться. Пусть они зарабатывают там меньше или больше, это не столь важно, но в основном женщины все при деле, и не только при домашних делах. Что касается быта, то, конечно, в некоторых семьях есть вот это четкое распределение домашних обязанностей. На тебе дом, дети, а я больше работаю, например, мужчина, да. Но в основном как-то и мужчины, и женщины, каждый может убраться, и это не так, что мне несказанно повезло, что домик убирается дома или занимается домашними делами. Это в основном вот так выглядит, во всяком случае, среди моих знакомых. То же самое касается детей, вот прям тренд на то, чтобы быть супер папой, много времени проводить с ребенком, возить в школу, ходить на занятия, кормить, менять памперсы и все-все-все, что с этим связано. Чтобы была вот такая, вы знаете, связь, ну практически такая же, как с мамой. Также меня удивляет то, как здесь кормят детей, особенно это было заметно в раннем возрасте, то есть двухлетним детям, например, дают на завтрак и ужин бутерброды. Или там позволяют картошку фри. Для меня это было вообще неприемлемо. Обязательно и супчик каждый день, и разнообразное питание, и меньше вот этого фастфуда. Я не знаю, как сейчас в Украине, потому что я очень давно там не живу, и последние два года не была там. Возможно, сейчас что-то изменилось, и наши мамочки, они больше вот как-то, знаете, трясутся над детями, чтобы не упал, чтобы не слезал чего-то там с пола, чтобы не съел чего-то с пола, чтобы шапочку надеть плюс 30. Ну, я утрирую, но я тоже в каком-то плане была такая, а потом расслабилась. Моя мама ходила за мной. Оля, ты что, одень ему носочки, он же мерзнет, одень шапочку или там... Ну, во всём должна быть какая-то граница. Вот как-то наши мамы больше, мне кажется, прям вот так вот пылинки сдувают с детей. Может быть, это только мои впечатления, но это первое, вот что приходит на ум. Касательно учёбы, я училась в таком университете, он сейчас стал частью группы то ли института, то ли университета, я не вникала, просто где-то видела статью группы Вестула. Раньше это было отдельное, частное учебное заведение, высшее, и там была совершенно другая система, чем, например, в государственных. И в государственной я не училась, я не знаю, как там. Но у нас было очень много практики, у нас была маленькая начитка лекций, очень много литературы, которую нужно было самостоятельно прочитать, и потом мы разбирали так называемые кейсы. То есть это прям конкретная компания. Например, почему Nokia, которая когда-то была супер популярна среди мобильных телефонов, проспала момент вот этого развития экранов, типа iPhone, да? Тот и ковы, как это? Ну, без кнопочек. Видите, забываю слова, очень часто об этом говорю, но это действительно так. Или там кейс кодека, который когда-то был супер популярным, наверное, номером один среди плёночных фотоаппаратов, потом пришла цифра, и как бы как ты предлагаешь решить эту проблему, или там запланировать какую-то рекламу в телевидении, прям написать сценарий. Ну, в общем, было очень-очень много практики и каких-то реальных историй, или нужно было придумать рекламу и прям написать, да, сценарий для канцелярии. И именно так у нас выглядели и экзамены, и также эти справчан контрольные, типа, ну, не экзамены, то, что менее важно. С детской школой мне сложно судить, потому что, опять-таки, наши дети ходят в частную школу, где у них британская система обучения, поэтому сравнения с государственной у меня нет. Но, наверное, она не сильно отличается от украинской или в других странах СНГ. Со своими плюсами и минусами мне наша школа нравится, хотя бы там начальная, дальше мы будем смотреть. Но вообще, вот у них настолько разнообразное обучение, их вот прям развивают много практических занятий, много дискуссионных каких-то тем. У них всё совершенно по-другому. Я бы тоже с удовольствием училась в такой школе. Я снимала несколько влогов, я прям подробно рассказывала обо всём. И система оценок, и какие-то клубы по интересам, которые есть у них в школе. Им нравится, и это самое главное. У них не то, чтобы такая железная дисциплина, им прививают вот это уважение к другому человеку, к старшему, к своему однокласснику. И у них нет такого, что их там как-то наругали, наказали. С ними разговаривают очень много, им объясняют. И, конечно же, может быть какая-то мера пресечения, ну то есть ребёнок может получить предупреждение, может получить какой-то минус за плохое поведение, которое он потом отрабатывает каким-то образом. Понятное дело, что не физически, но получают какие-то занятия для того, чтобы проработать свои ошибки, чтобы осознать и не повторять их. Я рассказывала вам о том, что у них есть такие уголки эмоций, где вот если у ребёнка, особенно у маленького, начинается какая-то истерика, у него что-то не получается, у него просто плохой день, плохое настроение, ну знаете, как бывает у маленьких, то им прямо рассказывают, что они могут сделать со своими эмоциями, опять же, прорабатывают эти моменты, у них есть такие всякие штуки антистресс, и даже когда ребёнок в полной истерике, и он уже не знает, что с собой сделать, но вот когда накал страстей, у него прям есть такая, как книжечка, да, где он может посмотреть, что сделать в такой ситуации. Он может там потупать ногами, он может взять карандаш и там сильно, вот так знаете, вырисовать свою злость, и там очень много разных вариантов, и это здорово. И также в школе есть детский психолог, что немаловажно, и несмотря на то, что в школе там 8 классов, и плюс нулёвка, 9, наверное, получается, по одному классу на параллели, всё равно для каждого ребёнка найдётся время для того, чтобы с ним побеседовать. Если это более глубинный вопрос, то вызывают родителей, и потом уже работают с ним или чаще, или предлагают помощь других психологов уже частных. Ну вот как-то так, я очень долго отвечала на этот вопрос, но он, правда, очень классный, я захотела его осветить. Оля, твои принципы в воспитании детей. Вы знаете, вот они, конечно, меняются и трансформируются с каждым годом, но это уже более какие-то осознанные решения, и вот себе как молодой маме и вообще каждой женщине, у которой есть дети или которая планирует детей, я бы советовала больше углубиться в детскую психологию. Я к этому пришла тогда, когда у меня появились какие-то проблемы, но не проблемы именно с ребёнком, а мне не нравилась моя реакция. То есть я видела, что я действительно злюсь, что внутри у меня такой, знаете, прям клубок гнева, потому что, там, не знаю, какие-то у нас разногласия с ребёнком, или он не слушался, или закатывал истерику, или мог как-то так жёстко мне ответить. И я не знала, как достучаться к ребёнку, поэтому я пошла к детскому психологу и очень много разговаривала на эту тему. И сейчас при возможности я тоже стараюсь там где-то что-то почитать, где-то что-то прослушать, посмотреть. На ютюбе сейчас огромное количество детских психологов и психологов в целом, и это не значит, что нужно следовать конкретно кому-то. Нет, просто нужно стараться как можно больше понять своего ребёнка, выслушать, не обесценивать его проблемы, потому что для каждого возраста они свои, это не значит, что они не важны, потому что в определённый период развития ребёнка для него, например, какая-то ссора с его лучшим другом может быть такой же важной, как у меня мои финансовые проблемы или что-то такое. Также я люблю своих детей просто за то, что они есть. То есть я не хочу, чтобы они заслуживали мою любовь и моё внимание. я хочу, чтобы наши отношения с ними строились на доверии друг к другу, и я ценю то, что когда что-то происходит такое, знаете, в школе, например, нехорошее, дети сами придут и расскажут мне об этом, прежде чем я получу имейл о том, что что-то произошло, или они там поругались, или как-то себя плохо где-то повели, что-то там наделали, они сами придут, мне скажут, они знают, что я проведу воспитательную беседу, что, возможно, я там накажу, грубо говоря, нельзя будет играть на PlayStation, пока он не осознает свою ошибку и не будет её повторять. Конечно же, я стараюсь не говорить ничего такого, что вот я тебя родила, ты должен быть мне за это благодарен. Это не его желание, то, что он пришёл на этот свет, и я также стараюсь не говорить им, а вот в моём детстве, так как в прошлом, уже никогда не будет. У каждого из нас своё детство и свои правила игры, поэтому сложно сравнивать там. Я сама это слышала в детстве, и мне всегда казалось, что я хуже, чем мои родители, что я более такая какая-то разбалованная, что ли, я больше всего имею. У меня получалось, появлялось вот это чувство вины, но не по моей воле. Также я никогда не обзываю детей, не оскорбляю. Для меня это та граница, которую нельзя пересекать. Это очень сильно ранит, это очень больно, и этого делать ни в коем случае нельзя. Также я никогда не поднимаю на них руку. Я могу сказать таким голосом, что будет понятно, что я серьёзно. Я могу где-то прикрикнуть, но я стараюсь это контролировать, не впадать в истерику. Я лучше там три раза возьму глубокий вдох, прежде чем я что-то выдам. Поднять руку на ребёнка для меня это вообще вот нет. Это вызывает такой страх, потерю безопасности в собственной семье, в собственном доме. Это то, что я не намерена терпеть. И мало того, я не знаю, как в странах СНГ, но в Польше с этим очень строго. И даже если не вы, в Европе, не только в Польше, даже если не вы, а скажем, ваш супруг или кто-то там из близких позволяет себе ударить ребёнка, и вы это видели, вы об этом знаете, вы ничего не сделали, вы соучастник преступления. Это уголовно наказуемо, и вы обязаны сообщить об этом в органы. Мало того, если в семье что-то происходит, ребёнка кто-то бьёт, обижает, есть также психологическое насилие, это и обзывание, это унижение, всё, что угодно. Ребёнок может где-то об этом сказать. В школе, например, или кому-то из знакомых. И вот когда кто-то узнаёт, он также обязан сообщить в органы. Если вы как мать или как отец не сообщили об этом, ничего с этим не сделали, то вы тоже соучастник. И это вплоть до лишения родительских прав, лишения свободы и других наказаний. Так, что касается ещё воспитания детей, стараюсь не заставлять их заниматься чем-то, что им не интересно, что им не по душе, но также не допускаю такой ситуации, что вот он, например, там уже так интенсивно занимается футболом, а сегодня у него просто плохое настроение, или у него что-то там не вышло, и он говорит, «Всё, я ухожу из этого футбольного клуба, я больше не хочу заниматься футболом, я стараюсь поговорить, понять, как-то поддержать». Да, поддержка тоже очень важна в каждой сфере взаимодействия с ребёнком. И как-то направить. Я могу разрешить не пойти на тренировку, если ребёнок не выспался, если он сильно устал там в школе, или просто пропустить, потому что ему хочется побыть дома, но потом выяснить, что же произошло, почему сегодня он не хочет идти. Но не так, чтобы он постоянно бросал то, чем начинает заниматься, и вот что я знаю, что ему интересно, приносит удовольствие, что у него получается. То есть вот так как-то постоянно маневрирую. И я стараюсь не взрываться на детей. Это вот был мой главный запрос, когда я чувствовала, что просто ощущение гнева, какой-то несправедливости. Ребёнок там в истерике, да, он мне очень грубо мог ответить, например, да. И ты как взрослый думаешь, блин, тебе больно. И как он вообще такой-сякой мог мне так сказать? Оставить ребёнка, пусть он успокоится. Вот у моих детей это работает. Не бежать со скандалом во время его истерики или каких-то кризисных моментов. А оставить, сказать, что я вижу, что у тебя накал страстей там, мне тоже нужно немножко успокоиться. Давай вернёмся к разговору через какое-то время. И не поверите, в большинстве случаев это срабатывает. Вот у них там что-то перемелется в голове. Они приходят и говорят, вот я себя повёл как-то неадекватно. В ситуации, то есть я не должен был тебя как-то обижать или как-то там тебе грубо отвечать. Или да, ты действительно права, так будет лучше. Вот. Ещё что-то важное я хотела вам сказать. А вот вспомнила. Я стараюсь не навязывать им чувство вины за то, что они вообще есть. То есть из-за тебя у меня нет свободного времени, из-за тебя там у меня какие-то разногласия с папой. И также, когда там возникают ссоры, например, в отношениях, это то, чего я не знала. Но даже в случае развода, например, нельзя ребёнку рассказывать, какой плохой второй родитель. И даже в ссоре. Это мои отношения или ваши с вашей женщиной, с вашим мужчиной. Ребёнок в этом не виноват, и он не должен как-то, знаете, перенимать ваше какое-то негативное отношение к вашему партнёру. И также, наверное, это то, с чего стоило бы начать. В принципе, я стараюсь быть примером для своих сыновей. То есть показывать им какое-то адекватное поведение по отношению к другим, даже к животным. там показываю своим примером абсолютно всё. И даже в ссоре, как я себя веду, вот я вам рассказывала, что стараюсь сказать, что давай мы немножечко придём в себя, потом поговорим. И я тоже говорю, вот, сынок, ты себя представляешь, чтобы я так сказала? Ты от меня вот слышал такое? Нет. А почему? Потому что я знаю, что я могу тебя обидеть. Или сделаю тебе там больно как-то. Или кому-то другому. Вот как-то так. Это очень, опять-таки, интересная тема. И она мне лично интересна. И я вижу, как лучше я понимаю своих детей. Но у них всё равно с папой есть свои секреты. И вот когда дело касается именно или мужского здоровья, там что-то им надо обсудить, у Захара какие-то вопросы, он идёт к папе или тема девочек, я и так, и сяк, старалась к нему подойти. Он не мог мне сказать. Он так сильно плакал, и я думала, правда, что он кого-то убил. Вот он потом поделился с папой, а мне уже сказал чуть позже. Так что у них есть свои мужские секретики. Боитесь ли вы одиночества? Смотря какого одиночества. Потому что мне с собой интересно. Но всё равно я очень люблю других людей. И меня хлебом не корми. Я люблю поболтать. Я вообще на любую тему могу практически. И мне не хватает общения с другими людьми. Когда я это чувствую, я тогда встречаюсь со своими подружками. Я каждый день общаюсь с мамой. И опять-таки по телефону. Иногда прям хочется живого общения. Тогда выходишь, встречаешься, всё окей. В плане одиночества, развода... Нет, не боюсь. Я... Вот знаете, у меня есть своё определённое представление семьи и каких-то человеческих отношений. Если в семье это не работает, и вы не можете договориться, всё это только ради детей. Нет. Как бы сложно ни было финансово, по времени, конечно же, всё заваливается на тебя. И я не представляю, чтобы дети там жили с папой. Нет. Я не боюсь такого одиночества, что я бы могла остаться одна, не потому что я такая королевная, и я буду на расхват. Но просто знаете, зачем травить друг друга, если просто можно быть счастливой даже одной. И когда, наверное, ты обретаешь какую-то внутреннюю гармонию, то потом ты уже готов входить в какие-то отношения. А это не как две половинки, которые там должны дополнять друг друга, ну, в плане вот именно каком-то психологическом, что ли. Иногда так говорят, у меня тоже проскакивают половинки, но мне хочется быть целостной. И я бы не сохраняла семью только ради детей, потому что моя жизнь проходит, и я за то, чтобы не рушить семью, чтобы сделать все возможное, чтобы ее сохранить. Но когда ты понимаешь, что чаша разбита, ее уже не склеить, и ты такой, она такая, и все в штыки, вы не можете никак найти общий знаменатель, зачем годы идут, ты скрипишь зубами, но терпишь. Нет. Вот такого одиночества я не боюсь, если мне просто-напросто было бы так спокойнее, легче морально и проще, без каких-то скандалов, истерики, постоянных выяснений отношений. или если муж там постоянно втягивает в какие-то финансовые неприятности, или если он пьет там алкоголь для меня, это тоже что-то, что я просто на дух не переношу пьяных. это то, что вызывает у меня такой негатив. Я, ну вот есть просто выпившие люди, да, весело все общаются, но если вот такое быдло, или кто-то напивается, там валяется, ой, боже, я этого не переношу тоже. Это было бы прям вообще жесткое пресечение, или я, или алкоголь. Самая трешовая ситуация, которая произошла с тобой в этом году. У меня их было несколько. Об одной я не хотела рассказывать, но я как-то сама это переварила, и сейчас я думаю, что нужно было поступить иначе. Я достаточно спокойный, осторожный водитель. Я никогда не гоняю, никого не подрезаю, не обгоняю, и даже когда я паркуюсь, я всегда выбираю место, пусть оно будет даже дальше, но я стану так, чтобы никого не задеть. И плюс, если я куда-то еду на определенное время, я всегда выезжаю заранее, даже если я опоздаю, я предпочитаю безопасно доехать, чем куда-то гнать. В общем, мы договорились встретиться с Настей на 5 часов вечера, я освободилась раньше, и я ехала очень спокойно, плюс была пробка. У меня в запасе было полчаса времени, я, в принципе, еще должна была бы ее ждать. И это был практически центр Кракова, там узкие улочки, плюс часто еще, мало того, что у тебя от твоей полосы может быть недостаточно, тебе нужно въехать на трамвайные пути. И, значит, я еду, включила поворот, вижу, что у меня заканчивается моя полоса, и спокойно себе качусь. Тут вдруг слышу, что трамвай сигналит, и он останавливается. Я не понимаю, что происходит. Я доехала до конца своей полосы, тоже остановилась, посмотрела, все окей, и поехала дальше. Потом мы с Настей пили безалкогольное вино, она приготовила очень вкусный обед, мы пошли гулять, и я ей сразу сказала, что мы будем гулять до 12, и я хочу приехать прям вот, чтобы все уже спали, и плюс мы давно с ней не виделись, хотелось поболтать. И мы пошли гулять, это было часов, наверное, 8 вечера, нет, 7, и Настя показала мне классный бар на крыше отеля, с видом на Краков, вот, и я заказываю себе опироль. Я сделала пару глотков, в Польше допустимо там несколько непромилей, ну, может там, в общем, я не помню сколько по закону, но я и так знала, что я весь не выпью. В общем, я сделала пару глотков, а потом я вообще вспомнила, что у меня была ангина, я убрала этот опироль, и я даже сама отнесла его на бар. И он, а вы что, бармен говорит, вы что, пить не будете? Я говорю, нет, 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 Настя выпила воду, в общем, я стараюсь, конечно же, пьяная не садиться за руль, вообще речь шла не об этом. Я думала, что мы сделаем еще и классные фотки, но было не до фоток, мы болтали, и было много людей, я не хотела никого смущать, в общем, опироль я отдала. И мы потом идем гуляем, было часов, наверное, 10 вечера, вот, и Тома мне звонит, говорит, что дома у нас полиция, говорит, у тебя была авария с трамваем, я, в смысле, если бы она была, я бы, наверное, знала. Он говорит, ты где сейчас? Полиция, мол, приедет там, туда, где ты находишься. Я рассказываю Насте, а это было как раз после моих вот этих весенних потрясений, я была, честно говоря, в трансе, и, наверное, это был или май, или начало лета, но меня это настолько прибило, я думаю, черт, еще только этого не хватало, какая вообще авария, с трамваем, я в шоке в полном, я вот стою и понимаю, что у меня уплывает почва под ногами, приезжает полиция, где-то минут, может, через 40, Настя тоже попросила своего мужа, чтобы он пришел, и, значит, приезжает наряд полиции, и говорит, что я виновата в том, что трамвай сделал превентивную остановку, резко затормозил, упала женщина, она в больнице, и сделали там обследование головы, с ней все в порядке, но, возможно, она будет стараться получить из моей страховой компании какое-то возмещение за моральный ущерб, или я не знаю, я стою, я просто офигевшая, и мне говорят, что все окей, но мне выписывают большой штраф, 1500 злотых, и 12 пунктов, в общем, у каждого водителя в Польше, а у меня польские права, есть определенный предел, 24 этих штрафных пункта, когда 24 у тебя забирают права, и у меня ни разу не было ни одного даже за превышение скорости, да, я там могла где-то или забыть оплатить парковку, или не знать, что там оплачивается, или же не прошла оплата в банке, за такое я раза два, наверное, получала штраф, но чтобы я вот была виновна в том, что из-за меня произошла какая-то авария, я всегда там и на пешеходных стараюсь вообще притормозить, да, потому что вдруг кто-то выйдет, а здесь обязательно пропускать пешеходов, и вообще велосипедисты, я по сторонам смотрю, ну короче, я говорю в смысле, давайте посмотрим с видеонаблюдения, типа с камер, да, потому что трамвай обвешан камерами, и там видно, что я не въехала на трамвайные пути, что я его не подрезала, что я просто остановилась, и трамвай остановился за мной, не рядом со мной, ничего, он остановился, но еще и там в нескольких, если не в десятки метров от меня, я говорю, ну и еще муж Насти был, говорю, а что я должна была сделать, у меня закончилась полоса, и по закону я тоже должна пропустить общественный транспорт, что я и сделала, ну вот водитель трамвая не знал, въедете, вы не въедете, говорю, подождите, я в темпе вообще черепахи или улитки ехала, как я могла резко, что нажать на газ и въехать, что я должна была сделать, надо было продолжать движение плавно, я стою, вы знаете, я согласилась на все, типа я заплачу, там никаких судовых вот этих разбирательств не было бы, но сам факт, что это произошло, потому что по закону это приравнивается к тому, что если бы я въехала в трамвай, или трамвай бы въехал в меня, ну в общем потом, когда я уже начала консультироваться и с адвокатом в том числе, короче, пару лет тому назад или год тому назад была такая ситуация, что трамвай затормозил, тоже где-то там упала женщина, и приехала полиция, вроде как с ней все нормально, она умерла, через несколько дней она ударилась сильно, и водителя лишили прав, вообще возможности работать на общественном транспорте, и там еще какое-то наказание, и теперь водители якобы так страхуются, чтобы как бы скинуть на кого-то вину, почему он затормозил, для меня это осталось загадкой, но тогда я правда сильно испугалась, и подумала, господи, у меня и так достаточно проблем, если я обязана заплатить сейчас штраф, если говорят, что это моя вина, ну попробуй поспорь с нарядом полицейских, и еще прикол, вернусь к опиролю, они приезжают и говорят, мы сейчас на алкомате, типа проверим, вы что-то пили, я говорю, ну пару часов назад, я сделала несколько глотков, но у меня есть свидетель того, что я как бы не выпила целый бокал, я и не собиралась его пить, они говорят, ну свидетели здесь не нужны, это может быть уже потом бы, но мы должны проверить, у меня ничего не вышло в алкомате, но для меня это стало уроком, что, подождите, дайте закончу мысль, они говорят, что если бы показал что-то алкомат, превышение, меня бы забрали в участок, забрали бы права где-то на полгода, и они проводили бы вот эти полгода, так как большая очередь, экспертизу, когда же я могла выпить, до того, как я села за руль, или после этого, я говорю, так есть же свидетели, и вообще, я была в таком шоке, алкомат ничего не показал, но даже если разрешено немножко выпить, в какой-то стране, то я все же предпочту, или совсем не пить, или не садиться за руль, и по поводу алкоголя и вождения, следующая ситуация, мы с детьми поехали на моей машине, я была за рулем, мы поехали на день рождения, и потом, значит, будем пить или нет, но муж уже как бы был в процессе, я говорю, я за рулем, типа нет, и друзья говорят, мы вызовем драйверов, и вас отвезут, все окей, просто заплатите, как такси с двумя водителями, и в два раза дороже, я человек, который не напивается до чертиков, и я могу выпить там, особенно если мы с детьми, я могу выпить один коктейль, но после первой истории, я уже понимала, что за руль я не сяду, даже если мне будет казаться, что я совершенно трезвая, вот, и, значит, вызвали этих драйверов, мы едем домой, я знала, что дети еще хотят есть, поэтому мне придется там готовить ужин, и они такие все на эмоциях, они совсем не собираются спать, я понимаю, что у меня еще дома будет там куча дел, и чтобы их уложить, и так далее, и мы, в общем, садимся за машину, садятся драйверы за руль, но это буквально минута, когда там мы загрузились в машину, водители поменялись местами, ну, эти драйверы, да, и мы начинаем выезжать, а там забаррикодирована вообще улица, и мы такие, что это, ну, типа лежат булыжники, билеты большие, и выбегает тот молодой человек, у которого был день рождения, все друзья начинают это разгребать, мы проезжаем 10 метров, и снова булыжники, дерево повалено, и вот так вот каждые 10-15 метров, и эти ребята все разгребают, водитель в шоке, драйвер этот говорит, мы только что ехали по этой дороге, и нам знакомые говорят, не едьте влево, типа как вам показывает навигация, едьте вообще в другую сторону, потому что это будет продолжаться еще долго, вот это вот забаррикодирование. Я звоню подруге и говорю, что это такое, дети настолько испугались, что кто-то нападет на нас, что, ну, кто-то это сделал, и вообще нас хотят там, знаете, как-то оставить, не дать нам выехать, вообще что происходит, какое-то нападение, короче, кто-то следит за нами, и я звоню подружке, я говорю, что это такое, Она говорит, ты представляешь, у нас на улице сосед, которому там 30 с чем-то лет, и он родился здоровым ментально, но он принимал алкоголь в большом, ну, алкаш, и также увлекался наркотиками, у него просто сорвало крышу. И он вот так вот пакостит. Мало того, он выбегает на улицу с ножом там, угрожает, ты едешь с ребенком в садик, он такое может вытворить, или же он может там напакостить как-то, ну, какое-то имущество там испортить, кому-то булыжник бросить на лобовое. И они вызывали вот так полицию, а у него уже есть документы о том, что он психбольной, то есть его уже пролечили, но он типа невменяемый, но его не могут закрыть. И полиция психбольных не забирает, и они вот так с ним уже несколько месяцев, он может там вообще высыпать весь мусор на улицу, это частный сектор, то есть подоставать вот эти контейнеры, все рассыпать. Но сейчас он стал агрессивным, и он представляет опасность для людей, для соседей. И пока он кому-то не причинит вред вот физически, именно его не имеют права закрыть насовсем. И что с этим делать? Они сейчас пишут во всевозможные инстанции, чтобы как-то решить этот вопрос, потому что это не смешно. И вообще, когда кто-то может залезть к тебе на участок, и что-то сделать, или, например, проснуться, а у тебя разбито лобовое, ну это такое себе удовольствие, или там, ну представляете, как себя чувствует ребенок? Кто-то выскакивает с ножом на улицу и начинает там что-то вопить, матами тебя крыть. Так что польские законы, я поняла, что надо, наверное, как-то заняться этим вопросом, потому что я могла вот конкретно в случае со штрафом, я могла сказать, что я не буду платить, посмотреть. А так как я была в таком подвешенном состоянии, знаете, психологическом, я подумала, может, я что-то не заметила, может, ну вот реально где-то что-то нарушила. Но потом, когда я уже консультировалась с адвокатом, рассказывала своим друзьям, они говорят, ну ты дура, надо было сказать, что ты ничего платить не будешь, и оспаривать это в суде. Но у меня, правда, на это не было сил, я вообще испугалась, я не какой-то злостный правонарушитель. У меня такое было впервые, но это было очень стрессово. И одно, и второе. Вот вам. И трешовые истории за последний год. Это не все, но это то, что случилось этим летом. Расскажите свое ставление до публічности, как вам это помогает и заважает. Сейчас, если в меня кто-то запитывает что-то на украинском языке, я с ошибками, но пытаюсь ответить. Когда я начинала вести свой блог, я не думала, что все увеличится до таких масштабов. Для меня это очень много. И только уявите себе, понад півмиллиона людей, ну, это действительно очень много. И я понимаю, что мои глядачі раскиданны по всему миру. И раньше мне казалось, что это буквально нереально встретить кого-то в реальном жизни. И вообще, я очень нормально воспринимаю, когда меня кто-то пизнает, даже если человек или детей. И мне это не заважало до какого-то момента. Потому что я не думала, что это может нарушить. То есть, когда я что-то показываю, это только маленькая часть моего життя и только то, что я хочу показать. И чему-то у людей виникает вражение, что они знают даже больше, чем я сама про моё особистое життя. И люди не знают цих меж. И часами даже пишут знакомым, или родичам что-то про меня, или делают какие-то висновки. Там, если моя дитина не хочет з'являться в кадре, то был такой момент, когда Захар не хотела, чтобы камера наводилась на него. И я его не снимала. И это тривало на протязи кількох роков. А сейчас он, наоборот, хочет быть присутствием. И он, маму, сними. И если дитинство позволяет, не забороняй. То я могу что-то показать. Я не снимала Захара. И начало что-то такое, что я не кохаю свою дитину, потому что я ее не показываю. Это нонсенс для меня. И почему нужно постоянно виправдовываться через это. И это писали моим родичам, что там тата-тата из вашей родины не кохает дитину, она никогда ее не снимает. Чи там слідковали десь за человеком. И знаете, это неприятно, если это в негативном ключе. И это публічная дияльность. И я десь не была до этого готова. Сейчас, знаете, я уже показала много своих родных, большую часть своей родины. И сейчас я просто намагаюся не показывать человека, не публиковать какие-то фотографии. Это тоже была его... Ну, не те, чтобы вимога, но я как-то я побачила, что ему это заважает, и он этого не хотел бы. Поэтому я усунула все фотографии. И приняла решение, что спецеально ховать, если он попадет в кадр, я не буду. Но спецеально публиковать какие-то спильные фотографии я не хочу. Чи там спильные фотографии с польской родиной, например, или, ну не знаю, с украинцами, которые приезжают... 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 Приезжают до меня инколи. Если это кому-то не заважает, или если я хочу показать какие-то аутфеты маме, я в ней питаю, мама, чи можно показать, чи ты не против. Взагалі, большинство моих глядачей абсолютно адекватных. И ранее я просто не думала, что есть какие-то люди, которым не шкода часу на то, чтобы коприсаться в брудной билизне, чтобы втручаться в моё приватное життя и тем паче писать кому-то из моих родных, чи робить какие-то свои висновки и транслювать это иншим. Чи я как-то перекручу, что я сказала, и передаю эти слова кому-то из моих знакомых и так далее. Ну, это великий мінус публічності. А так, чтобы я почувала себе зіркою, чи казала, что меня впізнают на каждом кроке. Действительно, если я еду в место, то до места, то меня могут впізнать, чи саме это поляки, чи саме это украинцы, чи за кордоном. Завжди кто-то впізнает, я привитаюся, я могу навіть, если у меня есть время, могу где-то встретиться, там выпити каву, чи щось інше, з'їсти и так далі. Але я не відчуваю ці публічності зараз якось більше в негативному ключі, і це мені не подобається. Расскажи про саме яркіе воспоминання із детства-юношіства. Ну, у мене почему-то первое, що приходить на ум, це именно село. Село Черниговській області. Я, кстати, проводила там очень много времени, і вот эти даже ароматы, це все остається где-то в голове, в душе, можна даже. І я вот сейчас тоже сравниваю своє дитство і детство своїх дітей. Я їм там придумываю разные развлекухи, як-то там, якщо не футбол і ліплія погода, то чим-то їх нужно занять. А мене отвозили к бабушці, там телевізор через раз работал, іще там два канала от силы, чёрно-белий, і все. Іногда там не було друзей, бабушка работает, у неё там два огорода, огород рядом с домом, куча хозяйства, типа две коровы, там три свиньи, утки, куры. У меня реально, у бабушки было огромное хозяйство. І зимой, і летом. Я очень хотела туда ехать, я правда не хотела возвращаться домой, то есть меня никто туда не спихивал силой. Я приезжала, так, идём, значит, с бабушкой там что-то делать. Она там кормит курей, это было так кайфово, или нужно было цыплят пособирать. И вот это, вот эти запахи, чем они кормили животных своих домашних, да, я никогда не забуду. Особенно запах комбикорма для коров зимой. Была такая огромная гора этого, и дед вот лопатой на тачку загребал, потом отвозил, или как вместе с ним, ну, я была просто рядом, а он на такой специальной штуке косил траву, не косил это, нарезал траву, там тоже для скота, вот, или натирал огромные кабачки, такие, знаете, переспевшие, для гусей и так далее. И вот этот звук, вот этот запах, именно почему-то еды какой-то, знаете, или белый налив тоже у бабушки в Новгороде и в Лосиновке, моём любимом селе. это, конечно, нечто. Или когда мы были, у меня почему-то это больше связано с бабушками, я не знаю, потому что это вообще была другая реальность для меня. В Новгород-Северский мы приезжали, у меня бабушка, учительница в читерко украинскую мову, такая элегантная, всегда у неё были костюмы такие, она ходила, она ещё и заучим была, вот, и из всей нашей семьи именно она говорила на украинском, и у неё всегда была химия, супер-блонд, чёрным подведены брови, родинку она себе подкрашивала, помаду, пудру и духи. И мою косметику у неё даже воровали, девочки. И духи, и фломастеры моё в этих духах мочили. В общем, это был прикол. Это было такое роскошное детство, о котором сейчас остаётся только мечтать моим детям, но у них своё, я надеюсь, что у них будут свои яркие воспоминания. И вот бабушка, которая встаёт в 4 утра, у неё тоже было домашнее хозяйство, тоже огороды, все дела, это в Новгородсеверске. И она утром занималась домашними делами, она обязательно готовила суп, кашу какую-то, и она шла на работу, и потом она приходила и приносила нам пончики. Такие, знаете, перепечки, то есть вот такое вот тягучее тесто с повидлом. Господи, вкус этих пончиков, это тоже что-то, что я никогда не забуду. И Лиана утром оставляла вот такую стопку, она делала такие большие дрожжевые, толстые такие блины со сметаной. Это, или пирожки у неё были, у меня бабушки очень вкусно готовили, просто, или пирожки с яйцом. И она как-то так всё быстро делала, и вот она дома такая вся домашняя, там в какой-то этой, в каком-то халатике, а вот я её запомнила, Царствие Небесное, такой учительницей в элегантном костюме и с чувством юмора, и она всегда была на позитиве. И её приглашали на выпускные, она с моей двоюродной сестрой меня брала иногда с собой на выпускные. Потом она была старше, перестала ходить, но вы себе не представляете, какой для меня это был шок и восторг, когда она брала нас с собой на выпускные. У меня очень много воспоминаний с детства, у меня дети часто просят рассказать, мам, ну расскажи, расскажи, что ты там делала. Или у бабушки было там из Новгород-Северска два огорода, на которые нужно было ехать на автобусе. На 6 часов чешешь на автобус, бабушка брала с собой еду, какие там игрушки, мы с двоюродной сестрой, если нашли где-то лужу, то супер, а если нет, то мы будем ходить по остальным огородам, собирать чужие помидоры, или что мы там только не делали. Как пошились, но потом мы были старше, и помогали, пололи картошку, все. Но вот это просто бесконечное поле, эти огороды, огороды у всех. И мы с бабушкой сидишь, ждешь там до 4, до 5 часов вечера, когда были маленькие, ждешь, когда бабушка закончит работать. Мы ехали обратно, и это тоже такие воспоминания, вот этот запах такого, знаете, разогретого огорода, вот этой зелени, такой сухой воздух, солнце, или побелка у бабушки, тоже, в Новгород-Северске. Приезжаешь, отдыхаешь, потом приезжает моя мама с тетей, побелка, значит. И это был такой процесс, тоже запах вот этой извести, да, это известь была, которую разводили, все прикрыть, куча порядков. Короче, было очень прикольно. Это, пожалуй, такие самые счастливые годы, наверное. Вот именно, знаете, не то, чтобы я сейчас была несчастливой, или у меня там юношество было несчастливое, по-своему, но это просто было беззаботное детство, и у меня было одно детство с родителями, а совсем другое с бабушками. И, например, тоже с родителями, у меня папа очень много работал, но был такой период, у нас такая определенная, как традиция, да, мы ездили на Дарынок в Киеве, на левом берегу, тогда он открылся, и мы ездили, я могла себе покупать все, что хочешь, и мы ездили всей семьей, ну, то есть выбирали там какую-то одежду, обувь, и потом мы шли, там было такое кафе, не знаю, сейчас оно есть или нет, где было самообслуживание, не пуза, то хата, что это было, и, в общем, можно было нагребать, сколько хочешь, можно было есть, и папа всегда баловал там, как-то, семейные посиделки какие-то, тоже, когда у нас была куча гостей, еще в гостинке, это тоже, и подружек своих я туда приводила, Кристины брата дома, Господи, правда, детство, вот как-то, это то, что вызывает у меня самые теплые эмоции, какие-то чувства, я очень благодарна своей семье, за то, что у меня было именно такое детство, и вы видите, что я даже вообще меняюсь, и, блин, не знаю, так, я не люблю жить прошлым, но я очень ценю то, что у меня это было, на этом я думаю, что мы с вами будем заканчивать, а то у меня перегрывается камера, что-то с ней такое происходит, надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, пока-пока, до новых встреч, уже совсем скоро, пока,